Добрый вечер, в эфире Вести Карачева, Черкесия. Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов провел очередное заседание антитеррористической комиссии с участием членов правительства, руководителей территориальных подразделений, органов безопасности и правоохранительных структур, а также глав городов и районов. На повестке вопросы обеспечения безопасности жителей и гостей Республики в период подготовки и проведения мероприятий в День знаний День Карачева, Черкесии и Черкеска, а также в рамках единого дня голосования. Также коллегиально обсудили дополнительные меры по совершенствованию взаимодействия деятельности федеральных и исполнительных органов власти региона по профилактике терроризма и экстремизма в сфере образования и молодежной среде. Особое внимание на заседание Рашид Тимрезов обратил на необходимость обеспечения антитеррористической безопасности образовательных учреждений. Полгода назад был дан официальный запуск новой линии по производству гипсокартона на Хабесском гипсовом заводе. И вот сегодня посмотреть на результаты ее работы были приглашены все лица и представители предприятий, которые принимали непосредственное участие в становлении нового завода. Для них было устроено визуальное знакомство с процессом изготовления гипсокартона, который оценила и Фатима Даурова. Парадная территория нового завода специально подготовлена к приему важных гостей. Палаточные навесы предусмотрены для спасения от изнуряющей жиры последних дней. Сцена ждет начала представления. Ну а пока в программе мероприятия первым идет по списку ознакомительная экскурсия с работой новой линии. В 2023 год главой республики Рашидом Борисбевичем Тимрезовым объявлен годом развития промышленности. Символично, что такие заводы и предприятия открываются в этот год. Это неизменно сказывается на экономике республики. У нас растет индекс промышленного производства. В этом году он составил 14% по отношению к прошлому году. И все это сказывается на благосостоянии и уровне жизни нашего населения. Гостям был продемонстрирован весь технологический процесс производства гипсокартона на ленточном конвейере, где переход от специальной гипсовой смеси к высушенным гипсокартонным плитам был высоко оценен присутствующими. Я знаю еще, наверное, лет 20 тому назад. У него только-только здесь первые шаги он делал по развитию гипсового завода. С тех пор я, по-моему, позапрошлом году был. У него уже там вообще такой прорыв он сделал. Ассортимент огромной продукции. Сегодня его продукция пользуется во всей стране. Везде написано хабес, гипс. И он уже известен во всей стране, не только в Карачаево-Черкесии. Поэтому люди делают все. И он один из таких людей, которых называют созидателями. Производство гипсокартонных листов является сложным и комплексным из-за непрерывного и чувствительного производительного процесса. Поэтому профессионализм и умения каждого работника на своем участке имеют важное значение для получения хорошего результата. Контроль за качеством продукта всегда на первом месте. Производимый гипсокартон обладает влагостойкими и огнестойкими характеристиками, что позволяет повысить динамику и географию его реализации. За сутки линия производит 20 тысяч квадратных метров гипсокартона. 24 часа в сутки и днем и ночью линия работает беспрерывно, вырабатывая продукт, соответствующий ГОСТу, который представляет собой высокую конкурентноспособность не только на внутреннем рынке, но также и на внешнем международном. Качество мы, конечно, проверяли и у конкурентов. Мы производили пробную партию, раздавали мастерам, собирали отзывы как положительные и отрицательные. Это, конечно, все учитывалось при производстве гипсокартона. Сейчас отзывы очень хорошие, вышли на дальние зарубежья. Помимо новых регионов в России, мы поставляем в Армению, Грузию, Южную Осетию и скос постоянно растет. Среди высоковыставленных гостей простые рабочие, монтажники оборудования, накладчики программного обеспечения, электрики. Многие из них были отмечены благодарственными письмами и грамотами за свой вклад в развитие предприятия. Знакомство с новой линией завершилось праздничным концертом, где выступили районные творческие коллективы и приглашенные эстрадные артисты из других регионов Северо-Кавказского округа. Хатима Дорова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. Дорова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильные с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер северо-восточный 5-10, температура ночи 12-17, в горах до плюс 11, а днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесии ночью кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи 15-17, а днем 27-29 градусов тепла. Сегодня Общественная палата Карачаево-Черкесии и Общественная палата Республики Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Это позволит обмениваться опытом и укреплению связей между братскими народами двух субъектов. О целях и о содержании соглашения. Алихан Лепшоков. Нас объединяет общая история и отрадно, что сегодня мы укрепим наши тесные связи. С подписанием данного соглашения подчеркнула председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Ляшова. В собрании по поводу данного знаменательного события собрались представители власти Республики, общественники, члены Общественной палаты. У нас общая историческая судьба. Нас объединяет даже, я хочу сказать, общеисторический менталитет. И вот эту общность, мы ее пытаемся сохранить. Понимая, что Общественная палата такая же существует в Абхазии, и что здесь, что и у нас в Карачаево-Черкесии, задача нашей развития гражданского общества, взаимодействия между общественными организациями, мы еще больше хотим усилить это взаимодействие между народами. Мы хотим, чтобы данное взаимодействие привело к только положительным результатам. В свою очередь, заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Изольда Хагба поблагодарила за радушный прием у нас в Республике, подчеркнула, что данное соглашение позволит еще больше раздевать и укреплять институты гражданского общества. Вы уже подчеркнули национальное многообразие Карачаево-Черкесской республики, и здесь проживает наш братский народ Абазин, и поэтому мы особое чувство вкладываем в подписание того соглашения, которое сегодня состоится, потому что Абхазия и Абазины – это один народ. После чего прошло подписание соглашения Общественной палаты Карачаева-Черкесии и Общественной палаты Абхазии. Данный документ позволит установить деловые контакты между советами и их рабочими группами. Это будет очень важным таким фундаментом по взаимному обмену опытами, по тому, как вы начнете еще лучше слышать друг друга, потому что Карачаево-Черкесии на самом деле такая очень братская семья. Конечно, у нас пять основных народов, которые как единая семья большая живет, но у нас много десятков других народов, которые проживают также в Карачаево-Черкесии. В завершении мероприятия заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Изорда Хагба подарила картину с изображением центральной набережной Сухума председателю Общественной палаты Карачаева-Черкесии Елены Ляшовой. Алихан Ипшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске прошел представительный форум, организаторами которого выступили правительство Карачаево-Черкесии, Международное объединение Алашара, фонд Экзекова и Кунсткамера. Среди участников – сенаторы, депутаты Госдумы, представители власти нашей республики, а также гости из Германии, Италии, Абхазии. Собравшиеся в Госфилармонии люди в течение двух дней обсуждали важные вопросы «Сохранение идентичности коренных малочисленных народов России». Подробности у Артура МЦ. Полная темнота в зале сменяется несколькими сценами из жизни Абазин, натянувший тетиву джигит, готовящий еду женщины-горянки и, наконец, настоящее танцевальное действие, захватившее каждого, кто за ним наблюдал. Так в Черкесске начался форум коренных малочисленных народов, участниками которого стали представители различных сфер деятельности и даже разных стран – Германии, Италии, Абхазии. На протяжении десятка лет организация «Алашара» и ее руководитель Мусаих-Зеков занимаются сохранением и развитием абазинского языка, культурного наследия и укреплением социальных связей между народами России и абхазо-абазинским этносом по всему миру. Сегодня очень хорошая возможность всем нам вместе поговорить о тех опытах, о тех успехах, которые у нас есть и о тех проблемах, с которыми мы сегодня сталкиваемся и очень трудно их преодолевать. Если не делать то, о чем мы сегодня говорим, с малочисленными народами, то же самое может возникнуть с любым народом, каким бы числом он ни обладал. Карачаево-Черкесия – один из самых многонациональных регионов, поэтому мы можем поделиться успешными практиками проектов, которые и как раз укрепляют дружбу народов, но в то же время позволяют каждому из малочисленных народов сохранить себя, свою культуру, свой язык. В числе почетных гостей форума член Комитета по науке, культуре и образованию в Совете Федерации Рима Галушина, представитель Комитета по делам национальности в Государственной Думе Анастасия Удальцова и руководитель кунсткамеры Андрей Головнёв. Каждый с нескрываемым воодушевлением воспринял возможность посетить Карачаево-Черкесию, чтобы обсудить вопросы сохранения этносов. Моё устойчивое мнение в том, что сохранить родной язык без интеграции его в образовательное пространство невозможно. Поэтому, конечно же, мы будем говорить в первую очередь об этом. Ну и, конечно же, я расскажу о том инструменте, который является на сегодняшний день одним из самых эффективных. Это Федеральная Олимпиада школьников по родным языкам. Мы её внедрили и проводим уже второй год. На самом деле, такого уникального явления, как дружба народов, нет, пожалуй, уже ни в одной стране. И несмотря на то, что Советского Союза уже нет, России удалось сохранить это наследие. И то, что Россия развивает и языковую, и культурное многообразие всех народов, это крайне важно. Это важно даже для национальной безопасности, особенно в тех условиях, в которых сейчас находится наша страна. Очень бы хотелось, чтобы народы были не достоянием музеев, а достоянием планеты и самих себя. И в этом главное. И вот в этой самоорганизации, а в данном случае никто не организует народы, они сами организуют всё вокруг себя и самих себя. Вот это, пожалуй, самое главное. А красота этничности, она очевидна. И здесь, на Кавказе, она может считаться роскошью. Десятки экспертных мнений, множество интересных практик сохранения и развития этноса, в том числе при постоянной поддержке культуры. В современных реалиях обмен опытом имеет не только и даже не столько научное значение. От успешного применения методик зависит без преувеличения безопасность и мирное сосуществование разных народов, которые живут в России. Артур Махцелек Махожев, Вести, Карачаево-Черкесия. День культуры народа Абазы отметили в Карачаево-Черкесии. В честь праздника состоялась выставка, которая собрала сотни жителей и гостей нашей республики. Местом проведения стал парк культуры и отдыха «Зелёный остров». Подробнее расскажет Дарья Тандит. Гости и жители нашей республики имели возможность посетить несколько тематических павильонов и познакомиться с историей народа Абаза. Оказавшись на фестивале впервые, Илья из Пятигорска узнал для себя много нового интересного. А больше всего ему понравилась национальная кухня. Очень классно, что существует место, в котором раскрывают народность, показывают культуру какого-то общества. Есть возможность погрузиться в атмосферу, послушать музыку, танцы, попробовать национальные блюда. Что тебе больше всего понравилось? Наверное, еда. Очень впечатлила кухня. Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой совместно с организацией Ану Алашара подготовили выставку книг 30-40-х годов на абазинском языке. Многие ветхие книги были переизданы, поделила заведующая Центрального книгохранилища Аминат Бекбулатова, для того, чтобы молодое поколение знало историю народа Абаза. Мы представляем книги из фонда в библиотеке. Здесь семантическая подборка книг по истории абазинского народа. Сегодня очень много молодежи подходит, именно чтобы берут книги по истории. Мы представляем так, в частности, раритетные издания, которые им очень интересно увидеть. В парке развернулось настоящее Центральное подворье. Гости могли заглянуть в абазинский дворик и увидеть предметы быта и красоту национальных костюмов. В павильоне национальной традиционной абхазо-абазинской кухни гостям предлагали отведать и взять с собой понравившиеся блюда. А умелые мастерицы делились секретами и тонкостями приготовления вкуснейших лакомств. Готовить нашу пищу надо вкладывать в свою душу, чтобы вкусно все получилось. Наши предки готовили калорийную вот эту пищу. И мы, следуя нашим предкам, готовим в каждом доме то же самое. Внимание мужчин привлекала выставка на жест национальным орнаментом. Изящность и мастерство исполнения рукояток и клинков восхитили Беслана Салакаева, который приехал из Абхазии на фестиваль. Всегда поражают, удивляют. Я сам художник, скульптор. Но я, когда смотрю, такие работы мимо не могу проходить. Особое место занимала выставка картин с разнообразием стилей исполнения. Для желающих сделать что-то своими руками проводили мастер-класс по плетению браслетов. А для творческих личностей был организован аквагрим. Выставка проходила весело и поистине празднично. Продолжилось мероприятие национальными танцами и массовыми гуляниями. Дарья Тендит, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Счастье не за горами». Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok